Трагедия произошла сегодня ночью в коллективном саду «Золотой ключик». В пожаре погибли пять человек. Субружеская пара, две их дочери и племянница. Младше из девочек было два года. По словам соседей, семья была благополучная. Всё было нормально, да. Она собиралась за ребёнком, я её увидела. Говорю, что Жень, домой? Ой, Маша, домой пошли? Она говорит. Нет, за девочкой в садик пошла. А Серёжа здесь остался, и ребята здесь были. Всё нормально было. Вечером я не видела. Соседи позвонили пожарным около двух часов ночи. В коллективный сад «Золотой ключик» в районе рудника третьего интернационала выехали три подразделения федеральной противопожарной службы. Дом был охвачен пламенем. Огнеборцы успели вынести из помещения бытовой газовый баллон и предотвратили взрыв. Чтобы спасти людей, пришлось пробиваться к очагу возгорания, но было уже поздно. Как выяснилось, сообщение о пожаре поступило с запозданием. Тот человек, который первым узнал о пожаре, он начал обзванивать соседей. Он не позвонил в пожарную храму. Он не позвонил в 101 или 112, в сотовый телефон. То есть было потеряно время, порядка там, 5 минут глубо. Ну, сейчас смотрим, да, разберемся. Но сам факт, что гражданин, у него в голове этого не было, что нужно позвонить в пожарную храму. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки в месте, где электровод идет в здание, сообщил начальник 9-го отряда Федеральной противопожарной службы Олег Полевщиков. Во обстоятельствах происшествия разбирается следственная группа. Для установления точных причин смерти людей и произошедшего возгорания назначены и проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели пяти человек. Их могло быть больше. Старшая дочь погибших Юлия была вчера у родственников. Девочке 10 лет. Сейчас она находится с дедушкой. Администрация города готова оказать всю посильную помощь родным погибших. Надо понимать, если родственники готовы будут ее оставить у себя, соответственно, мы поможем оформить все необходимые документы. Если, скажем так, у них не получается по каким-либо причинам, то на сегодняшний день переговоры переведены с территориальным управлением социальной защиты населения по городу Нижний Тагил и пригородному району. И, в общем-то, мы готовы разместить ребенка в любом социальном учреждении на территории города Нижний Тагил. На то время, на которое будет необходимо это для того, чтобы решить дальнейшую судьбу ребенка. Городская администрация займется усилением работы с населением по профилактике пожаров. Об этом говорили на экстренном заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одна из причин трагедии – несвоевременное сообщение о ЧП. Многие люди просто не знают, как вызвать пожарных по сотовому телефону. Раньше постоянно мелькало, да, там, 0-1 из детства. Давайте сейчас 112 пусть будет мелькать. Тоже принимается, я говорю. Говорим, видимо, раз такое случается, значит, мало говорим. Я начал с этого, с того, что ответственность, да, ответственность, она на всех лежит. С начала года в пожарах погибли уже 12 тагильчан. Больше всего потерь в трагедии в коллективном саду «Золотой ключик». Александр Мешков, Игорь Харьков, Елена Самойлова. Новости Тагил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова